Раз, два, три, четыре. Так называемую ленивую гимнастику маленький Роберт вместе с мамой проводит по три раза в день. Такие упражнения малышу очень нужны для развития организма. У него серьезные проблемы со здоровьем. У нас поражение центральной нервной системы. Также эпилепсия, понятно, идет из-за того, что головной мозг пострадал. Это задержка психического, моторного развития получается. С глазками у нас проблемы. Никаких отклонений во время беременности мамы врачи не отмечали. Проблемы возникли в первые месяцы жизни малыша. Он плохо спал и медленно кушал. Мама забила тревогу, однако врачи уверяли – ничего серьезного. Выписали лекарства для укрепления организма, но от них Роберт установилась только хуже. Родители обратились в другую клинику, врачи которой вынесли приговор. Ребенок отстает в развитии. После этого больница для этой семьи стала вторым домом, а лекарство – неотъемлемой частью жизни. Мы стали сильнее, мы сплотились, родственники, друзья. Сейчас в нашем окружении находятся именно те люди, которые нам помогают, которые нас понимают, которые нас во всем поддерживают. И никогда там… Ну, то есть всегда хотят помочь нашему ребенку. Каждый день проходит в борьбе за здоровье маленького Роберта. Благодаря усилиям родителей и врачей стали видны улучшения. Мальчик научился лежать на животе, поднимать голову и различать голоса. Прихожу с работы, ну что, говорит, все на как вел. Он все улыбается. Я говорю, что, плохо вел, мамку доводил. Улыбается, лежит. Я говорю, хитришь опять. Чтобы малыш развивался, нужна специальная терапия. Врачи посоветовали родителям московскую клинику, в которой специалисты имеют опыт лечения детей с подобными заболеваниями. Я, конечно, очень хочу, чтобы он начал видеть, чтобы он начал фиксировать взгляд. Ну и, конечно, двигательно, как-то умственно. Но все равно хочется, чтобы ребенок развивался, ему годик. Хочется, чтобы он как-то уже, может быть, и хватал что-то, брал там в рот, тянул нас как-то, да, узнавал. Чтобы мечта семье осуществилась, необходима немалая сумма – 200 тысяч рублей. Для Мулаевых пока она неподъемная. Мама находится в декретном отпуске, а работает только папа. В патрульно-постовой службе родители очень надеются на поддержку неравнодушных первоуральцев. Если у вас есть желание помочь маленькому Роберту, вы можете перевести деньги на карту или банковский счет. Ульяна Шеликова, Денис Хромцов. Хроника дня.